Панкреатит беспокоит огромное количество людей. Связано это с неправильным питанием и употреблением продуктов, в которых содержится много пищевых добавок и красителей. Зачастую невозможно понять, что именно болит – печень, поджелудочная железа или желудок. При начинающемся панкреатите беспокоит боль в левом боку или посредине живота, преимущественно после плотного обеда. Поджелудочная железа не может выработать нужное количество ферментов, которые участвуют в пищеварении. Если не обращать на эти симптомы внимания, болезнь начнет прогрессировать, да и со временем вы будете ощущать еще и тяжесть в желудке. Если принять панкреатин, вы почувствуете облегчение, но это только временная помощь для поджелудочной железы. В острой стадии воспаления симптомы становятся ярко выраженными, поэтому можно предположить, что болит именно поджелудочная железа. Расстройство пищеварения, рвота или тошнота, сильная боль преимущественно справа или опоясывающего характера, диарея. Все это можно отнести к панкреатиту, но поставить точный диагноз самостоятельно невозможно, ведь так может проявляться и холецистин. Обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите обследование. Вам должны дать направление на анализы и на УЗИ. При необходимости вам проведут и гастроскопию. По результатам сразу станет ясно, что именно болит. Если у вас не острая стадия панкреатита, вам назначат специальные препараты и диету. Когда наблюдается сильная интоксикация и увеличение поджелудочной железы, необходима госпитализация. Пройдите полное лечение и в последующем придерживайтесь общих назначений специалиста. Обратите внимание, что если вы не обратитесь в больницу по поводу болей в поджелудочной железе, повышается риск развития некроза тканей, рака и сахарного диабета. На начальной стадии панкреатита избавиться от боли поможет диета. Ешьте отварные овощи, перетертое нежирное мясо и пейте натуральные соки или чай. Придерживаться правильного питания нужно на протяжении всей жизни, иначе болезнь начнет прогрессировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова